Детское радио представляет Про кошек, про собак Мой котенок, мой щенок Лучший друг на свете И когда играешь с ним Места не для скуки Но не надо забывать Это те же дети Их лечить, учить, корвить Нужно по науке Привет, дружок! Я доктор Добряков Вот уже много лет я изучаю и лечу разных животных А теперь рассказываю тебе о них разные полезные истории Давай-ка сегодня продолжим Очень важный разговор о собачьих драках И самое главное, выясним, почему они возникают Для начала давай посмотрим на мир вокруг Глазами твоей собаки Ты удивишься, но все в нем будет выглядеть несколько иначе Это для тебя Папа с мамой, бабушка и сестра люди А Нюська – кошка А для вашей собаки вы все тоже собаки Помнишь, мы уже говорили как-то с тобой об этом Вы тоже собаки Пусть и странные Шкур снимаете на вешалку, вешаете Ходите на задних лапах И хвосты вам совсем поотрезали Но вы все собаки Собаки – ее стай И кошка Нюсьет – тоже собака Хоть она и пахнет противно какими-то котами Лежу ее, облизываю каждый день Как не могу этот мерзкий запах слезать Понятно, почему собаки так часто Лежут своих домашних кошек Поэтому-то кошек они не трогают своих А чужих, ну, сам знаешь, что будет, если догонят Так вот, в собачьей стае Мальчики и девочки пользуются разными правами То есть в мужском коллективе свои авторитеты В женском – свои Вот почему кобели разбираются только с кобелями А у дам – свои отношения В этом суть извечного вопроса Когда встречаются на прогулке два хозяина А собаки тянутся друг к другу обнюхаться и познакомиться Простите, а у вас кто, мальчик или девочка? Это вовсе не означает, что если мой пес встретился с другим мальчиком Я его тут же от греха утаскиваю подальше Нет, я просто побыстрее закончу болтать по мобильнику Прекращу разглядывать птичек в облаках И буду очень внимательно следить за ситуацией, чтобы быть начеку Очень опасная ситуация, когда ты идешь со своим четвероногим другом Особенно в чужом дворе И к вам кидается целый свор Причем с яростным лаем Что тут делать? Во-первых, как говорил Карлсон, который живет на крыше Спокойствие, только спокойствие Во-вторых, ни в коем случае не бросайтесь на утек Отступать по-умному можно Бежать никогда Запомни это на всю жизнь Побежите и вся свора кинется за вами, да еще за пятки хватать начнет Для начала разберемся, что произошло Вы вторглись на чужую территорию Значит, значит, надо продемонстрировать свои мирные намерения Измени маршрут пути так, чтобы взять прямой курс на нейтральные воды Ну, куда-нибудь туда, где явно не территория этой собачьей стаи Переход на другую сторону улицы, например Ни в коем случае не смотри в глаза животному Особенно, если оно явно в нехорошем настроении Прямой взгляд — это вызов Это почти нападение Самое благоразумное Спокойно и целеустремленно Взяв собаку на короткий поводок Идти прочь Если ваш четвероногий друг начнет огрызаться Рывок поводка на себя С властным фу И продолжение достойного отступления Теперь еще одна распространенная ситуация Собака гуляет рядом с малышом Помнишь, мы говорили, что человеческого детеныша своей стаи Она воспринимает исключительно как щенка А в стае большие собаки защищают детей Особенно, если это щенок-главаря У тебя есть сомнения, кто главный в вашей семейной стае? Нет? Вот и у собаки нет Если ей показалось, что чужой человек или собака Представляют угрозу для малыша? Нет Сразу она, конечно же, не бросится Но предупредит Зарычит Зубами клацнет Клыки покажет Шерсть на загривке поднимет И если другая собака, которая проходила мимо И просто хотела ребенка понюхать Ответит на вызов Вот тогда и драка вспыхнуть может Мы с тобой будем очень внимательно изучать язык собак Ты узнаешь, что означают разные позы Положение хвоста и ушей Звуки Они же все разные И вот, когда ты еще издалека научишься понимать, что у собаки на уме Тебе не составит труда решить, что необходимо предпринять Чтобы драк между собаками не возникло Ведь самая лучшая драка Это знаешь, какая драка? Нет, вовсе не выигранная А та драка, которую удалось избежать Ну и самый последний секрет Мы люди В сущности Те же животные Так что все правила поведения Подходят и к нам Например, тебе нужно пройти через явно агрессивную компанию ребят в чужом дворе Поступай точно так же Не смотри в глаза Да вообще на них не смотри Просто держи их в поле бокового зрения И без паники Спокойно Размеренным шагом двигайся в выбранном направлении мимо Бежать никогда не стоит Помнишь? Ну тогда привет До скорой встречи, дружок Про кошек Про собак